Сура 89. Заря. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Я, Аллах, клянусь Зарёю и десятью ночами, месяца Зульхиджа. В первые десять дней месяца Зульхиджа совершается паломничество в заповедную мечеть в Мекке и проходит праздник жертвоприношения. И чётом, и не чётом. Чётным и не чётным количеством всего. И ночью, когда она движется, приходит, становится и затем уходит. Разве в этом не клятва Аллаха для обладающего разумом? Разве ты не видел, как поступил твой Господь с аддитами и рамом, обладателем колонн? Они жили в городах, в которых были колонны, подобных которым аддитам не было создано в странах на земле, им не было подобных по росту, телосложению и силе. Они говорили, и кто же нас сильнее? И с амудянами, которые пробивали скалы в долине. Самудяне высекали в скалах себе дома, в которых и жили. Их долина располагалась в местности Аль-Хиджр, которая находится между Мединой и Сирией. И с фараоном, обладателем кольев, пирамид и большого войска, которые чинили беспредел в странах и умножали там порчу, неверие и ослушание Аллаху и устраивали произвол над его рабами. Пролил на них Господь твой бич наказания. Очень жестоко наказал их. Здесь подразумеваются аддиты, самудяне и фараоны, которые выходили за пределы повиновения Аллаху и совершали преступления против Аллаха. Поистине, Господь твой однозначно в засаде, всегда наблюдает за всеми делами своих рабов. А человек, когда испытывает его Господь его, почтит, сделает уважаемым среди людей и отделит благами, богатством. Тогда он говорит «Господь мой почтил меня». Когда Аллах испытывает своего раба, наделив его богатством и сделав его почтенным, уважаемым среди людей посредством его имущества и уширив ему пропитание, неблагодарный Аллаху человек начинает радоваться, думая, что это и есть истинный почет, и он начинает ощущать себя счастливым. И человек даже не предполагает, что это является испытанием, посредством богатства от его Господа. А когда он испытывает его, человека, и ограничит ему пропитание, то он, неблагодарный человек, говорит «Господь мой унизил меня». А когда Аллах испытывает человека, ограничив ему пропитание, дав ему какие-то лишения, то человек считает, что Аллах его опозорил и унизил. Это признаки человека неверующего воскрешения и воздаяния, так как для него почет нужен только в этом мире, нужно изобилие в материальных средствах. Такой человек считает, что позор – это упустить годы, не накопив богатств, и не иметь возможности обрести то, что желаешь из красот этого мира. А верующий человек знает, что истинное уважение – это то, что Аллах почтил его почтением ему и помогает ему в его делах для вечной жизни. А унижением верующий человек считает то, что Аллах не будет оказывать ему содействие в делах повиновения ему и делах обитателей рая. На самом же деле удача и успех в мирских делах еще не означают истинное счастье, а неудача и неуспех не означают позор и унижение. И поистине богатство является испытанием для богатого. Возблагодарит ли он? И бедность является испытанием для бедного? Проявит ли он терпение? Так нет же! Вы не должны так поступать. Наоборот, вы сами не почитаете сироту и не побуждаете самих себя и других кормить бедняка. И пожираете наследство, сирот, женщины, слабых, едой, настойчивой. Быстро расходуете. И любите богатство любовью упорной. Очень сильно. Аллах предупреждает о наказании людей, которые и в бедности, и в богатстве недовольны Аллахом. Вы сами не оказываете почтения и сироте тем из вашего богатства, чем вас наделил Аллах. Если бы вы одаряли сирот, то это было бы для вас почетом перед Аллахом. Так нет! Вы не должны так поступать, когда будет распростерта земля плоско в день суда. И придет твой Господь, Аллах, чтобы вершить суд над своими рабами, и придут ангелы рядами. И будет приведена в тот день, в день суда гиена, ад. И ангелы ее приволокут. В тот день вспомнит человек и станет каяться. Но к чему уже ему это воспоминание и покаяние? От нее уже нет никакой пользы. Он скажет, «О, если я в своей земной жизни приготовил бы деяние, стал бы верующим для своей жизни вечности. И в тот день будет от Аллаха такое наказание, что никто не накажет так, как наказывает он. Самое сильнейшее наказание – это наказание Аллаха. И никто не свяжет такими оковами, какими он связывает. Неверующие будут так связаны цепями и закованы оковами, как никто никого никогда не завязывал. «О ты, душа, обретшая покой! Душа, которая убеждена в истине, единственности и величии Аллаха, свободной от всяческих сомнений, которые сводят веру на нет. Такая душа довольна решением Аллаха, и в судный день она вернется спокойной и радостной от того, что ее обрадовали раем и во время смерти, и во время воскрешения. Вернись к твоему Господу довольной, той наградой, которой Он одаряет тебя, и снискавшей довольство перед Ним. Войди в число моих праведных рабов. Войди вместе с ними в мой рай».